Я жду посылку, мне должны прислать для Аришки вещи. Вещи, 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 люблю, вещи, я люблю шопинг. Представьтесь, пожалуйста. Кажется, это уже был в моих влогах и не раз. Чарли, Чарли. Сейчас кромничаешь, что ли? Ну ладно. Боже, это чувство, чувство, чувство того, что сейчас будет новая вещь. Да? Ага. Купи ВИП, давай. Ни разу этого не делала одной рукой. И ты тоже хочешь посмотреть, да? Так. Давай. Короче, сейчас открою и покажу. Уже присылали мне такую. Это чехол, по-моему, для детской одежды. А это такая маленькая ерунда. У маминой подруги скоро родятся внуки. И я решила, что это нужно купить просто так. Это ничего не значит. А это Аришка. Просто на улице очень тепло. В этом году очень теплый апрель. Шмотрите, шмотрите. Вот такая вот куртеха. Вот такая куртеха. Что это за фирма? Фирма Траслюс. 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 Размер 71-77. 54 евро? Это же много. Да? Ладно. Хорошо. Сейчас померим. Нормально? Такая вообще прикольная. Как взрослая. Тетяка взрослая. Фу! Мы после долго-долгой прогулки. И сегодня мы гуляли вместе с собакой. И я поняла, что я очень хочу собаку. Просто потому, что когда собака в доме есть, как-то теплее. Мне кажется, и как-то больше радости в доме, на мой взгляд. Просто собака и ребёнок в доме. Это то, что обязательно должно быть в доме моей мечты. Видимо. Потому что, когда у меня была собака, чего-то не хватало. Когда у меня есть только ребёнок, чего-то не хватает. Но когда у меня есть дома собака и ребёнок, это просто идеально. Чарли, иди ко мне! Чарли! Чарли! Чарли, иди сюда! Я что, его в подъезде оставила? Я его, кажется, оставила в подъезде. Я такая сука! Я оставила его в подъезде, представляете? Блин! Прости меня, мой сладкий мальчик. Да, у меня нельзя заводить собаку. Я слишком рассеяна для того, чтобы быть мамой двух. Собаки и ребёнка. Ку-ку! Эй! Ку-ку! Эй! Паська! Вот на этих грядках я когда-то работала. Иду сейчас мимо школы, в которой я училась. У меня такие воспоминания солнечные, радужные. Дети мои! Дороги, конечно. Не для людей точно. Короче, я сегодня в обычном супермаркете, в самом обычном супермаркете, увидела зубную пасту. Кстати, я уже давно её там увидела, но только сегодня решила купить. Называется она Biomed. Производит эту пасту в России. Производитель утверждает, что эту пасту на 99% натуральная. Она не тестируется на животных. Она не загрязняет... Производство не загрязняет окружающую среду. Одним словом, паста очень дружелюбная в плане экологии. Но не в этом суть. Суть в том, что купила я её... Ага, смотрите, производят её в России, но тестировали её в Швейцарии. Короче, не знаю, пока не чистила ей зубы, пока я её не пробовала, но я понюхала её. И поняла, что эта зубная паста должна быть та самая зубная паста, которая заставит меня чистить зубы 5 раз в день. Она пахнет кокосом. Она пахнет, как конфета с кокосом. Не знаю, я не знаю... Я готова пожать руку, поцеловать в щёку и, не знаю, помассировать ногу тому, кто эту пасту сделал. Я очень надеюсь, что она вкусная, кстати. Я же могу попробовать. Сейчас. Ну, как мятная конфетка, но... Ох, она пахнет кокосом, прям кокосом. И вроде как здесь даже кокосовое масло в составе очень в большом такой объёме. В общем, я не знаю, да. Очень вкусно. Класс. Я довольна покупкой. Стоит эта паста, в отличие от Рокс... Рокс Бионика, что называется. Рокс, с которым я чищу зубы, он стоит около 400 рублей сейчас. А это стоит 100 рублей. Понимаете разницу? А состав чуть ли не лучше, чем Рокс. Не знаю, попробуем. Что же будет с моими зубами? Мои зубы станут кокосом. Здорово. Сидись. Фу, сегодня очень мокрый день. Я сегодня промокла. Малыш нет. Камера у меня в кофе. Зато чудесный аромат. Короче, я сейчас забираюсь к своей тёте домой. Там меня ждёт. Мамушкин сестра. Мы с ней будем пить чай. Такой красивый город. Грюмый, серый. 94. Зиндэй. Вот вид. Привет. Не ждали? Ох, ну ладно. Не ждали, а мы припёрлись. Вид из окна открывается на весь город. Я уже показывала в каком-то влоге. Вроде здесь ещё штаны сушатся. У меня камера выдала ошибку, что будто бы вообще-то не работает больше. И это случилось по той причине, что в объектив попал кофе. И я минут 20, наверное, пыталась этот кофе оттуда вызволить. В итоге, в общем, всеми правдами и неправдами кофе оттуда вытащила. Проблема была в том, что у меня автофокус перестал работать. А когда ты снимаешь влоги без автофокуса, это как-то полно. Я макнула печеньку в сгущёнку и съела. И запила всё чайком. Очень вкусно. И пальчики тоже вкусные. Всегда, когда оказываюсь у его дяди с тётей, я занимаюсь здоровьем. Например, сейчас я делаю себе массаж спины, массаж шейного отдела, массаж поясничного отдела и грудного отдела. Теперь я делаю массаж ног. Он. Крутяк! Что это? Это фирма Ergonoa. Ок, ладно. Я не одна, а здесь. Малыш, у тебя ещё слишком маленькие ноги для таких вещей. Но мы можем засунуть тебя туда всю. А дождик даже не собирается заканчиваться. Поэтому мы поедем домой на такси. Но есть маленькая проблемка. У меня не хватает 20 рублей на такси. Просто здесь такси можно оплачивать только наличными деньгами. А у меня наличных денег с собой очень, очень мало. Даже несмотря на то, что такси здесь стоят просто смешных денег. Всё равно мне не хватает. Поэтому не знаю, как я буду выкручиваться из этой ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!